ну и продолжаю снимать видео в следующем это заставочка до предыдущем видео забыла сказать что как бы вот здесь да на клипсах стоит маркировка на мирям хаскель да и значит она похожа вот с этим как бы до набор получается но хотел сказать что он на ebay я вот если потом получится поставлю видео фотографию если удастся мне скопировать я что еще тут тоже мастер вот и правильно все это сделать понимаете там было вот много очень у одного продавца он продал лот больше тысячи по моему фунта да вот много-много таких вот замочков всяких но они были не именно такие а всяко разное и с подписью и без подписи тут вот бусина есть да а там просто вверх мирям хаскель именно поэтому знаете как иногда вот я смотрю и думаю а ну это или не а ну вот допустим ожерелье которое у меня до этого есть я покупала там цветы такие ожерелье одно из она из цветов и я даже не знала что это она у меня нету там вот бирочки но я нашла в интернете но один к одному и бусины и цветочки и качество все одинаковое абсолютно на моего конечно похоже качество но я его в порядок не приводил насколько я помню сейчас просто не могу найти коробку и вот так вот понимаете и тому человека по моему там было сто штук вот этих вот за стёжечек и на тройные бусы и на двойные там по всякому да вот именно мирям хаски у него было три лота и два лота там были по четыре по моему или два замочка таких один вот очень большой это вот теперь терзает меня смутные сомнения ну и и конечно мой под мой любимый код осянских котов обожаю вот вот я ношу прям плюс не снимаю он такой был я уже 10 раз проверила приходила ко мне кофе продолжаю и вот код я все посмотрела да это мне принесли кофе я дам говорю идет авторская съемка пожалуйста не мешайте надо на дверь знаете не входить вешать фонарь такой потому что все тут у нас с плохим настроением такие расстроены немножко нас нас наш дом посетил коронавирусу вот мы сегодня первый день поэтому как бы удивительно но все чувствуют вроде себя неплохо но все равно неприятно и и поэтому если этом буду задумываться сбиваться больше не обращайте внимание я расстроена как-то так мы жили жили коронавируса не было и тут на тебе мы как-то последнее время не знаю мы как-то расслабились наверное перестали всего пшикать я только кварцевала в доме но это видно откуда-то пришло не знаю но что со школы вероятнее всего мы так подозреваем ну не знаю будем смотреть что будет дальше сегодня первый день у нас коронавирус так что это это я все отодвинула так вот ну когда конечно остались брошечку а пойдет на переделку этот лоренза я ее специально купила чтобы посмотреть хочу вам показать вот что купила я еще себе такой один лотик таком конвертике вы знаете как бы ну у меня это не первое колье такого плана но я когда смотрела она как-то на фотографии сейчас одну секунду где наша щеточку потеряла свою хорошо ладно возьмем другую у меня же щеточка такая специальная вы знаете я подметаю тут вот мусор и теперь у меня есть вот такая вот такую щетку я забрала не помню откуда она даже у меня брендовая какая-то крестендюр вот так вот и теперь я когда что-то делаю да допустим вот заброшечки она такая мягенькая я никогда не пользуюсь как для косметики она вот как куплена так и лежит до уже сто лет ну вот так вот я делаю я сметаю все пылиники если что-то мне надо делать а еще покажу а еще мне есть вот такая кисточка но это знаете это уже совсем вот такая тоже сметаю если там что-то мне где-то попадается это мы все чистим а помощница которая чистила мне стол куда-то смылись так что извините сегодня будем без помощницы так длинного ну понятно да вот смотрите вот такое колья отвлеклась я тут немножко там пыль очень быстро с бижутерией летит даже никогда не думал что вот так вот может быть каком-то видео там все время не преследовали такие черные шалушки еще цена не сошла думаю откуда они сыпятся и самая последняя зала коллег которая как раз таки и сыпалась ну смотрите видите вот это вот оно было заявлено как серебряная да очень красиво блестит но были не очень красиво сфотографированы вот этот вот камень да как бы зеленый но я все равно и было все две фотографии такие не очень хорошие но я что-то как-то я так знаете там была эта сторона и вот это я смотрю дом что это такое тут вот это вот видите даже камень я думаю надо брать да я потому что хотела таких купить там в одном лоте до которого продавца это же много что покупаю было пять ну различных да и я поставила большую сумму но я не перебила там меня перебили значит надо брать или за его очень дешево хотя ну вот по работе намного лучше чем те которые я не смогла купить видите как и посмотрите вот я не знаю видно вам или нет камера показывает вот здесь смотрите сейчас одну секунду вот этот камешек и эти они как будто бы два ряда поставлены видите так и вот так а этот еще выступает и у него отдельно двухэтажный как бы этот такая картина но маркировки что это silver я нигде не нашла надо мы снова старинная но там какое-то тоже было такое заявлено как эдвардианская эпоха вот как он блестит так красиво все конечно ну вот такое камень у меня есть я сейчас проверить на серебро пока не могу идет бутылочка наша она должна быть коричневого цвета она у нас была уже сиреневая ну конечно испортилась потому что была крышка пробуждена я уже рассказывал ну вот такой камень у меня есть видите вот я рада что я его купила потом у одному продавца я у него много покупаю я уже рассказывала показывала несколько там видео было несколько лотов бешеных я купила вот такой вот и тут пишется как бы что три серебряных вещи мне вот эта брошка понравилась но я люблю такие брошки тем более я увлекаюсь серебряными брошками у меня их много у меня много вот старинных и много современных видите как здесь что-то такое да как бы или узор или что-то да ну и такие камни но я не уверена что это серебро хотя продавец написал себе было но особо ну даже если это не серебро писать я ему не буду хотя я думаю что это серебро потому что во первых здесь есть вот одна серебряная брошка вот эта птичка да хоть и без камешка видите птички что-ли говорит красный ну-ка подождите представляете у птички я когда покупала даже не видела у нее красные глазки здесь такие же камни вообще наверное должно быть белые да видите они желтые вот тут вот стоит нашлёпана всякого видеть что серебро и все вместе взятая страховочная цепочка видите как прикреплена хорошо красиво в общем птичка да пока полончика тоже ну и вот эта брошечка сомневаюсь я что она серебряная но это серебряная точно но почему я вот вцепилась в эту птичку сейчас я вам покажу я даже нашла там закорма какие-то свои и могу найти такую коробку вещей которые я именно вот коплю это я не особо мне это нравилось но она у меня было да ну конечно не серебряная это сто процентов не серебро да но почему-то у меня три клипсы видите три птички не знаю почему такие три их и вот такая брошечка тоже что-то с этой брошечкой не понимаю она так блестит мне кажется что это не камни видите да просто какое-то такое покрытие но очень тоненькая тоже видно старинная но и блестит посолить и там камешки маленькие внутри часа через зуб посмотрим скажу такое чувство как будто бы там камешки но я не знаю но это не суть а здесь вот марказитики да вот смотрите вот у меня есть вот такой еще вот такая брошечка теперь у меня есть какой у меня получается можно сделать уже такой комплект как бы сложился добрался мне очень нравится она так смотрится не представляете ну вот это я купила чтобы это уже как говорится коллекцию так как у меня есть одно ожерелье я решила еще дополнить просто продавец продавал там много я не все хотела ну и не все смогла купить что хотела потому что надо было сразу большие цены ставить но как-то я там только одна вещь мне вот очень понравилось но я ее купить не смогла почему-то я поставила маленькую цену хотя когда я хочу что-то я тогда ставлю цену так вы знаете мама не горюй сразу чтоб никто перебить меня не мог это делаю а тут что-то я за это ну и вот такой вот кулончик видите так не хватает одной жемчужинки будем искать мне где то есть за этих вот так а тут что должно быть конечно ну вот и тоже нет никакого что это заявлено как серебро это вот вот я уже показывала от этого продавца были множество изделий да ну вот так вот я уже там пробовала достал опять свой бизель бизель вот этот да и потому что это очень короткая она совсем совсем подшую я так не люблю да я могу удлинить конечно цепочку ну вы же знаете по котику что мы можем браслет пустить удлинение и нам будет нормально вот но я думала может быть вообще цепочку убрать и поставить масло масляные вот так вот знаете вот так вот потом решила не делать это поэтому все лежит под рукой но я честно скажу что я многие вещи посмотрела вот такие которые маленькие единичные лотики я там уже перекопала все теперь значит дальше посмотрим этого продавца еще четыре лота но там вот и такие во первых вот этот вот две коробочки две коробочки купила я их только из-за коробочек потому что они были в коробочках они были как-то брендовые видите я конечно не очень уверена что это принадлежит вот этому да браслету но потом поищу просто не было настроение ну я так понимаю что наверное вот это хотя я сомневаюсь видите тут две резинки у нас один браслет и браслет и браслет такой такой он во первых очень коробочку уберу чтоб эфир засоряла видите какую он как бы сделан хорошо это конечно я думаю что это мельхиор даже как бы прорисована даже заглушечка ну вот эти вот соединяющие такие штучки вот здесь да как то я не знаю мне кажется что он такой будет сейчас может быть на очень тонкую руку потому что если на мою мерить вот смотрите у меня вообще рука всю жизнь была не очень ну худая сейчас уже понятно видите как он вот такой вот как бы грубоватый вот так как будто бы плав как сказать плавности ему не хватает он такой вот раз и все вот стал и квадратом таким вот смотрите пока еще раз еще раз видите но мало того что не могу дотянуть неной я могу не считаю нужным это делать это будет очень плотно и он будет мне кажется не хватает еще одного звена хотя здесь вот так покажу еще раз покажу смотрите внимательно видите вот он вот у кого есть такая рука не хватает одного звена да ну хорошо ладно со звеном мы разберемся но здесь вот смотрите что тут вот такая просто бусина это уже брак в работе да видите бусину ее надо менять и только что я заметила еще где-то бусину здесь есть с этой стороны а здесь нету а еще вот бусину нету видеть вот вот такую бусину придется попыхтеть чтоб найти а еще вот здесь я не помню было там указано или нет я думаю что конечно нет я в общем-то блин очень хорошие фотографии но я почему-то купила не герой моего романа этот браслет и такие вот вещи не очень нравится но вот я уверена что я его ни разу не один может быть здесь еще что-то должно было быть видите как он в принципе ложится что здесь было здесь ладно смотрим следующим закрывается да видите поряд и чего-то не хватает я конечно продавцу не буду ничего писать не хочу не люблю я эти разборки то смотрите лучше не нравится не покупаете знаете как не нравится не берите у каждого есть выход не нравится не смотрите не нравится не берите вот может быть там бутыта лежала они просто плодают туда же год какой-то начисно сейчас посмотрим 1856 но я потом показываю мигает у меня опять на этот свет что-ли не буду потому что в коробке приходится нервировать мой свет есть камеру надо поставить мне было так ленивая я не знаю что я буду делать и вот такой вот этот ожерелье видите вот нашли приличный значит я просто собрала но все равно у него здесь вот он заношен не понимаю только то это или не то ну-ка оставлю это не буду доставать простых ничего там ничего там особенного такого сверхъестественного нету ну вот и поэтому нам нет настроения такая коробочку за эту коробочку я билась не знаю вот этого же камелот эта коробочка нет посмотрите за кого я билась конечно на фотографии он был он больше понравился здесь он мне не так нравится но все равно работа конечно вот смотрите какое вот так вот здесь вот все вот это так да сейчас одну секунду посмотрите пока на него ничего о нем сказать я не могу и мастер 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 ламастер продавец сказал что это серебряный петушок да ну как бы я знаю но стерлинг но маркировок я не нашла или я плохо смотрела видите здесь как сделано лапки вот это конечно такая брошечка не избитая я не знаю я таких не видела поэтому я в него вцепилась и билась там до посинения ну и конечно у нас на задушек не убьешь победила наше желание вот такая вот теперь брошечка у нас есть ой чтобы тут еще показать от этого продавца тут всего столько много давайте вот такой вот кучи цепочек вот тоже пилочек видите ну и я ничего тут как бы брендового я думаю что нет я покупала это вот из-за этого вот калия да безель но конечно оно такое маленькое худенькое мы любим чтобы у нас вокруг шеи два раза обвивалась поэтому это пойдет на браслет я думаю это по моему стекло кстати хотя вот стучу и все равно не понимаю а может и пластик сейчас я посмотрю потому что вот по средних несколько калий на сваровске купили ну такие они как бы уж очень они такие не знаю даже неженые скажем хлипкие вот хлипкие вот здесь такое жерелье без маркировок как-то вот замочек кажется что уже забелевший а здесь все это дешевый такая легкая без всяких потом вот такая цепочка цепочка как бы ничего тут особенного но она даже с какой-то бирочкой я так понимаю что это новое и у нее что-то как написано какой-то бренд вот почему сегодня она так делает настроение нет вот такой да ну а как бы замочек такие вот бусины очень интересные я не могу они так красиво блестят передать невозможно да а вот когда они вот здесь вот в этой кисточке они очень великолепны такие бусинки хрусталлики вот эти с эффектом оба конечно приливаются они покрытие бусики хорошенькие мне нравится кисточку видеть такое колье 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 пластиковые это пластик еще раз говорю без всяких тут тоже такое очень грубая работа это чисто китайская такая по-моему даже не знаю почему я вот иногда смотрю иногда я же вам говорила мне есть такая задумывается почему мы покупаем потому что вот потом есть вот такое что-то вот это красивое конечно я все это блестящее конечно я люблю вот такая штучка вот так вот вот так вот расходится в одну да вот как бы найдет старенького вот так вот паркировок никаких вот такую очень очень красиво красиво переливается вот это вот с этим вот колье этим вот бизелем это начался один отдельный петушок это один лот а это все один отдельный вот такое колье колье тоже без маркировок насколько я понимаю и замочек мне кажется как-то очень заношен видите . тут очень заношена в замке не знаю от этого не от этого тут такой красивый видите камешек никаких ну да посмотрите все ничего а тут все так заношено совсем уж не знаю может быть не от этого вот видите тут нет нет есть но это вот как-то не очень красиво смотрится непонятно что здесь такой колье давайте его расстегну чтобы оно было посмотрите его можно было вот такое даже в другие камешек не так уж много потери ну конечно но очень грубовато и сделано грубовато но она не очень современная мне кажется такая простая цепочка мне нравится вот это вот камень в камне вот это видите камень камня такая закрепочка в закрепочке тоже нет никаких маркировок но такой вот крабик этот на такую тоненькую цепочечку ну цепочечку можно приспособить приспособить к любому ожерелье есть еще вот такое ожерелье такой вот не знаю что это за значок маленький камешек да нет никаких опознавательных знаков матовая такая цепочка цепочка кстати очень хорошая интересное плетение здесь вот такое вот что-то к этой цепочке идет цветочек матовый красивый такой цвет такой вот такой вот цветочек окончания такое цепочки и вот такое колье видите какой красивый цвет бледно бледно и не то желтый не то розовый такой цвет шампанского знаете тут вот так сделано что то мы что-то переделывали я так понимаю цветочек потому что белый уже не под самую шею уже хорошо есть вот такой но это такой все знают современное у меня по моему есть такие же клипсы или что-то но купленные давным-давно а это ожерелье ну это простая бижутерия китайская он значит ко мне тут припрыгала вот такое колье сердце вот видите это из этой же серии вот дешевых бижутерии вот этой вот я так думаю вот это мне нравится но оно конечно все понятно с ним да но оно мне нравится вот видите не хватает новых камней но сделаем вот очень красивый цветок да вот этот вот расположение цветков вот здесь вот такое другое вот здесь вот такое другое здесь другое металло видите с этой стороны что здесь ну оно не ношенное но ко мне в нем мало вот здесь вот крабик и там по моему буква а а это этот магазин аксессуарис или аксессуарис как они там его правильно произносят там все такое вот это оттуда блестит конечно очень красиво если поставить все камни куда-то вот так вот одеть оно будет выживающе конечно смотреться ну хорошо теперь есть вот такое колье на цепочке с камешком камешек такого голубоватого или такого нежно нежно бирюзового оттенка цвет иначе мне кажется здесь замок крабик этот и как бы просто обыкновенная цепочка нахожу как длинные пацаны под шею будет красиво смотреться ненавязчиво значит есть еще вот это пыль приличая пыль мы припрыгаем есть вот такая цепочка ну это видите вот и тут бусина крутится ну такое вот ожерелье длинное достаточно можно его сделать один раз вокруг шеи и второй раз вот так но будет не очень но вот так смотрите да очень длинный ну и плюс замочек никаких маркировок на него нет замочек крабик да ну значит и на этом ожерелье мы закончим это видео и продолжим следующее хорошо вот так потому что там вещей много сюда я не поместится вот так вот такой вот петушок теперь все да жду вас на следующем просмотре все вот так вот так вот так это смеет не что длинный